Несмотря на принятое СНБО решение и подписанный президентом указ о начале общегосударственной блокады Донбасса, на редутах разъезжаться по домам не намерены. Последние новости узнаем у Руслана Смещука, он находится на востоке. Руслан, здравствуй, расскажи, что сейчас в эти минуты происходит на блокпостах. Добрый вечер, Катя. Но вот после трех суток непрерывной эскалации конфликта, эскалации скандала вокруг торговой блокады, здесь наступила некая пауза, сегодня на редутах и блокпостах было относительно тихо, ну то есть никто не стрелял, не было стычек, столкновений между участниками блокады и правоохранителями, хотя нам рассказали, что на редутах все же ожидает возможного штурма и фиксирует маневры силовиков. Сегодня мимо нас проезжала спецтехника, то есть это джип и козак. Такие маневры у нас, не случайность, на протяжении последних трех дней маневры техникой и личным складом. Нацполиция и нацгвардии, они достаточно частые, но в принципе мы готовы к любому ситуации, к любому развитию событий. Также нам рассказали, что участники блокады с недоверием относятся ко вчерашнему заявлению власти о начале общегосударственной блокады неподконтрольных районов Донбасса. Вот, как говорят сами блокадники, правительство, по их мнению, может найти лазейки и негласно восстановить товарооборот с оккупированными территориями. Такая сложная ситуация, она не достаточно пометна для пересечных граждан. Это, кажется, мова про те предприятия, которые национализировали так называемый ДНР. То есть, если Ордло повернет, начебто повернет в Украине эти предприятия, то мы что, снова таки начнем торговать? Я вижу, что это разумное решение только в одном случае, если фронт переместится на кордон с Российской Федерацией. Докануне участники блокады попытались восстановить редут в районе железнодорожной станции Кривой Торец, но были остановлены. А глава Донецкой полиции Вячеслав Аброскин в своем аккаунте в Фейсбуке обвинил народного депутата Владимира Поросюка в подкупе родственников. По словам Аброскина, якобы Владимир Поросюк обещал деньги за участие в акции своему двоюродному брату, о чем тот якобы сообщил полицейским во время допроса. Это последние новости к этому часу, ну а мы продолжаем следить за развитием ситуации вокруг торговой блокады здесь, на Донбассе. Студия. Руслан, спасибо тебе. Это был Руслан Смещук. Он продолжает следить за ситуацией на редутах и блокпостах.